На шахте имени Костенко Арселур Миттл Тимиртау найдены тела 45 шахтёров. Продолжаются поиски ещё одного горника. Работы проводятся на двух участках. Признаков огня нет, газовая обстановка находится в норме, отметил министр по чрезвычайным ситуациям. В ходе обследования были осмотрены выработки, подвергшиеся воздействию пожара и взрыва, где были выявлены разрушения и смещения шахтного оборудования, отложение пыли на элементах металлоарочной крепи и повреждение вентиляционных сооружений. Видимых рычагов горения нет, газовая обстановка находится в норме. Вместе с тем мной было проведено заседание с членами правительственной комиссии по расследованию аварии. Всестороннее обеспечение работ под моим личным контролем. Смена владельца Арселур Миттл Тимиртау не повлияет на обязательства по отношению к работникам. Условия оплаты труда и социальные гарантии останутся неизменными, их планируют улучшить. Об этом рассказал новый руководитель компании Вадим Басин. По его словам, никто не будет уволен. Приоритет будет сделан на улучшение безопасности и модернизации оборудования. Никаких изменений условий работы, оплаты, социальных гарантий. Ничего не будет сокращено, убрано и так далее. Те же самые условия останутся, которые будут, конечно, пересматриваться с точки зрения их улучшения новым инвесторам. Это не обязательное условие, необходимое условие для того, чтобы компания продолжала работать и была социально ответственной. Управляющая компанией Арселур Миттл Тимиртау Палавадху Кришна Наир Биджо заработал внушительную сумму в 2021 году. Более 375 миллионов тенге, что составляет около 31 миллиона в месяц или 1 миллион тенге в день. Такие цифры привели в телеграм-канале FinanceKZ. Данные за 2022 год еще недоступны из-за отсутствия их публикации. Несмотря на это, компания Арселур Миттл Тимиртау заявила о чистой прибыли в размере 215 миллиардов тенге в 2021 году. Препятствование доставке гуманитарной помощи населению сектора газа может быть квалифицировано как преступление. А это подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Об этом заявил прокурор юридического органа ООН Карим Ахмад. По его словам, Израиль должен без промедления принять меры, чтобы гражданское население получило основные продукты питания и медикаменты. В острой нехватке продовольствия можно убедиться по кадрам из газы. Накануне тысячи жителей Анклава ворвались на склады в распределительные центры агентства ООН, вынося муку и предметы первой необходимости. Там хранились десятки тонн продуктов. Отметив в ходе конфликта между Хамас и Израилем, который начался 7 октября, погибли свыше 9,5 тысяч человек. Из них более 8 тысяч в секторе газа. Израильские военные призвали жителей переместиться с северной части Анклава в южную. Речь также идет о посетителях больниц. С введением внешней политики еврейского государства согласны далеко не все. Некоторые выступили против премьера Бениамина Нетаньяху. Как долго продлится кровопролитие? Чего еще ожидать? Пока премьер не покинет пост, у нас не будет решения проблем. Не сможем реабилитироваться. Он разрушил жизнь многих. Самолет израильских ВВС нанес удар по военной инфраструктуре в Сирии. Это было ответное действие на обстрелы с соседней страны и уточнила пресс-служба армии Израиля. Причем удары ведомства отражают не только со стороны Сирии, но и Ливана. В Цахал также сообщили об отмене авианалетов с группировкой из Бала почти каждый день с тех пор, как начался конфликт с Хамас. Между тем, Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, начав так называемую вторую фазу своей войны против палестинского движения. По словам нескольких чиновников, ожидается, что военная кампания продлится от шести недель до полугода. Цель – уничтожить Хамас и предвратить антиизраильское насилие, пишет Блумберг. А по данным СНН, США отправлять военных в Газу или Израиль не намерены. Это связано с опасениями расширения регионального конфликта, заверила вице-президент штатов Камала Харрис. Между тем, война Израиля с палестинским движением Хамас не может не отразиться на экономике страны. Как предполагается, уже в четвертом квартале она сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой прогноз озвучили аналитики Дж.П. Морган. ВВП ближневосточной страны в целом за текущий год может вырасти на 2,5% и лишь на 2% в следующем. Однако риски смещения в сторону снижения все же есть. При этом конфликты прошлых лет, в которых участвовало израильское государство с Хамас и с Хезбаллой, не оказали сильного эффекта на его экономику. Исключением стал нынешний. Кроме того, в ходе текущей военной операции погибли менее полутора тысяч израильтян. Всего правительство страны призвало в ряды вооруженных сил Цахал около 350 тысяч резервистов. Это максимальный показатель за всю историю Израиля. Генеральная прокуратура Казахстана предлагает ввести процедуру до начисления налогов без обращения в суд на основе результатов налоговых проверок по сомнительным сделкам. Это предложение призвано снизить нагрузку на суды и избавить от несвойственных им фискальных функций. Однако бизнес-сообщество в течение нескольких лет выступало за отказ от до начисления налогов без судебного признания сделок недействительными. По словам министра финансов Казахстана, такой подход считался оправданным и поддерживался Верховным судом. В то же время Комитет госдоходов предложил внедрить систему ЕТАМГА, которая обеспечит своевременность и полноту оплаты НДС на всех звеньях и минимизирует фиктивные сделки. Пилотный проект должен стартовать до конца этого года. Правоохранительные органы пресекли деятельность притонов и подпольных казино. Они были замаскированы под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Харгуз». Заведения функционировали круглосуточно с пропускным контролем и охраной. Их клиентами в основном были иностранные граждане. В рамках обысков были изъяты деньги, игровые автоматы, покерные столы и другие материальные доказательства. Преступники привлекали девушек в сексуальное рабство, гарантируя прибыль и конфиденциальность. Задержаны пять главных организаторов, включая двух иностранных граждан. Также доставлено 21 лицо в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых 6 иностранных, оказывающих интимные услуги. Каждый объект работал круглосуточно, имел физическую охрану, строгий фейс-контроль и принимал в основном иностранных граждан. Досудебное расследование проводится Департаментом полиции области ЖТСУ. В Дагестане возбудили уголовное дело о массовых беспорядках после того, как толпа людей заблокировала аэропорт Махачкалы. Личности всех, кто принял участие в беспорядках, будут установлены, заявили в МВД. Росавиация предварительно сократила срок закрытия воздушной Гавани до 31 октября. Накануне она подверглась нападению. Протестующие выражали недовольство прибытию рейса из Израиля. Местные жители предположили, что на регулярном рейсе из Тель-Авива якобы должны прилететь беженцы, которые будут жить в Дагестане. Такие слухи подогревались многочисленными сообщениями в социальных сетях. Демонстранты ломали двери и врывались в служебные помещения. Некоторые прорвались и на взлетно-посадочную полосу. В результате инцидента пострадали 20 человек. Им оказывают медицинскую помощь. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, направлены на запасные аэродромы. Сейчас ситуация в аэропорту находится под контролем. На месте работают силовые службы. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в случившемся экстремистские ресурсы, которые распространяют призывы в телеграм-каналах. Вместе с тем правительство республики призвало жителя не поддаваться на провокации и не создавать панические настроения. В 10-м часу вечера накануне столица погрузилась во мрак. Несколько районов остались без электричества, воды и тепла. Причиной ЧП стало короткое замыкание, отметила Ким столицы. От электричества были отключены и социальные объекты. Семь городских медучреждений перешли на автономное подключение. На официальной странице в Инстаграм он попросил у горожан прощения за причиненные неудобства. В 21-57 произошло короткое замыкание на линиях электропередачи 110 кВт в Байконурском районе между ТЭС-2 и ТЭС-3, что привело к прекращению подачи в целом электричества в ряд жилых массивов трех районов города Астаны. До того, как местные исполнительные органы дали разъяснение, в сети распространились слухи о якобы произошедшем взрыве на электростанции. Эту информацию опровергли в Министерстве энергетики. Восстановить подачу электричества удалось лишь после полуночи. Однако, по сообщению некоторых жителей, из-за сбоя в некоторых домах произошли локальные аварии. Их горожане устраняют собственными силами. Импорт яиц в Казахстан увеличился на 66%, при этом местное производство сократилось. В результате цены на яйца повысились на 14% за год. Статистику привели на сайте energyprom.kz. Согласно данным, за 9 месяцев текущего года казахстанские предприятия произвели около 4 миллиардов яиц, что почти на 2% меньше, чем годом ранее. Местные компании удовлетворили 94% внутреннего спроса, в то время как импорт увеличился. Цены на яйца первой категории увеличились почти на 3% за месяц и на 13,5% за год. Больше всего показатель вырос в Восточно-Казахстанской, Лутаусской и Абайской областях. По словам производителя, 50% производства подлежит госрегулированию, что мешает продавать яйца по ценам, покрывающим издержки. Это может привести к финансовым трудностям и даже к банкротству, отмечуя от предпринимателя. В то же время в России планируют временно запретить вывоз яиц и мяса птицы. По данным Министерства сельского хозяйства России, решение принято для стабилизации цен на внутреннем рынке и недопущения дефицита продукта.